всем привет добро пожаловать в новое видео давно у нас с вами не было никаких бюджетных находок аналогов люкса поэтому давайте поскорее приступим поехали а еще знаете что я забыла сказать это не просто какие-то косметические открытия это реально то чем я пользуюсь то есть мои такие недорогие фавориты и по некоторым упаковкам это будет заметно первый аналог блеска dior в оттенке 785 диорама это красивый лиловый такой полупрозрачный на губах он очень хорошо увлажняет и если присмотреться к блеску dior то здесь есть мелкие светоотражающие частички но на губах они незаметны и то чем его можно заменить это блеск от бренда catrice в оттенке 30 вообще там было несколько красивых цветов я взяла этот и потом случайно обнаружила что они на губах идентичны здесь нет никаких отдельных частичек но он также оказывает ухаживающие действия на губы если они у вас обетрились шелушатся то он очень быстро их восстанавливает но я думаю что осенью многие из нас предпочитают именно такие цвета еще такие блески мне нравится использовать поверх матовой помады или поверх карандаша как собственно говоря сегодня целых две недорогих замены знаменитого шейп тейп от тарт это корректора консилер о котором трубил весь youtube и instagram его полюбили пользователи косметики и визажисты но с большим бонусом вот эти две находки более пластичные они более кремовые при этом стойкие с хорошей плотностью покрытия и менее сушащие это то что меня не устраивало в тарт у меня была и полноразмерная версия я ее отдала через какое-то время купила себе миниатюру еще раз убедилась в том же что на мне это средство не работает так как мне хотелось бы и я продолжила свои поиски в том числе и бюджетные косметики что это такое первое это multitasker от бренда римель который можно носить как под глаза для того чтобы освежить наш внешний вид и скрыть синячки или же замаскировать несовершенство на лице по классике он идет с большим спонжем мне кажется что именно тарт ввели такую моду и сейчас все больше и больше подобных средств продолжает появляться на косметическом рынке у меня не самый светлый оттенок номер 40 сейчас он не подходит идеально он с легким таким теплым подтоном но вы без проблем найдете гораздо светлее и он хорошо держится и вторая замена от бренда эволайн это тоже джамбо консилера корректор то есть такими же свойствами и под глаза и на все лицо но смысле если у вас есть что скрывать пост акне сосудистая сеточка или что угодно что вас смущает вы сможете перекрыть вот таким средством я помню что я видела его в росмане вот этим не прислал бренд эволайн без какого-то обязательства на обзор но я решила с вами поделиться потому что средства реально стоящие и тогда в магазине были супер светлые оттенки еще думаю как такое возможно потом я начала присматриваться и выбирать что-то для себя для такого использования не просто для обзора да и мне больше всего подошел оттенок 5 это самый темный из всех пяти которые у меня есть но как видите он далеко не темный и для маскировки несовершенств после лета он не светловат спустя месяц-другой я думаю что мой загар полностью сойдет и тогда я смогу использовать его и на пост акне дай бог чтобы не было чего маскировать но сейчас я наношу его только под глаза он очень комфортно ощущается он хорошо скрывает и сосудистую сеточку и также если вы не выспались если за вами бессонная ночь или вы поплакали то вы моментально освежите свой вид он не выглядит как скорлупа он не превращает кожу под глазами в абсолютную сахару спустя время даже если вы его припудрите я всегда припудриваю консилер под глазами и и он чудесно проявляет себя в течение дня не закатывается не сползает куда-то не отваливается кусками еще на первый взгляд все цвета этих консилера корректоров выглядят одинаковые но это не так если вы проанализируете то заметите что есть натуральный подтон холодный и теплый я постараюсь написать вам какой из них какой но имейте ввиду что загорелых оттенков во всяком случае до пятого номера нет чем можно заменить тинты для век от armani на самом деле через мои руки прошло очень много кремовых теней муссовых гелевых но это даже не одна сотня и вот чтобы это был один к одному такого я не встречала возможно я еще к чему-то не добралась такое тоже может быть но то что можно купить подешевле это кремовые тени от бренда сифора эти у меня конкретно в оттенке 1 по цвету они отличаются потому что номер 44 от armani это все-таки более яркое персиковое золото номер один от бренда сифора приглушенный кстати менее яркий поэтому вы сможете использовать его в повседневном макияже на работу на учебу и просто для того чтобы подчеркнуть свою естественную красоту они знаете так выглядят благородно плюс оттенок универсальный и он освежающий это не чисто персик вот нарочитый да не оранжевый цвет ни в коем случае такой невестошный вот хочется его так назвать я наношу их на голое веко без базы если у вас скатываются тени то я думаю что изначально можно использовать базу а потом только эти тени и для того чтобы никакие средства подобного рода не скатывались я беру любые светлые коричневые тени и прокрашиваю складку века таким образом я рисую себе тень делаю взгляд более выразительным но и при этом все кремовое что было до не скатывается я сегодня немного разгулялась со своими кисточками и тенями которые я подоставала и получился такой осенний более насыщенный макияж чем обычно кстати мне кажется что в жизни тушевка тени выглядит более плавно чем в этой камере но не суть что я использовала во первых это кремовые тени от бренда maybelline в оттенке dusk doll когда-то я очень любила их бронзовый оттенок и верблюжий кстати нужно его поискать потому что он неповторимый супер универсальный вот этим нейтрально коричневого цвета здесь нет каких-то блесточек какого-то шиммера но когда наносишь их на веки в небольшом количестве явно заметно что это скорее сатин и их можно использовать в качестве самостоятельного средства или же как базу по тени за счет того что здесь немного вот этого сатина они как будто менее пластилиновые более пластичные ими гораздо проще и быстрее можно сделать растушевку в кожу я также использовала поверх вот этих кремовых теней прессованные тени из вот такой маленькой палетки от бренда evelline у меня есть несколько в разных цветовых вариантах я когда-то вам их рекомендовала а вот это у меня не было были скидки и я тоже отхватила по приятной цене буквально за 2 доллара кстати у нас в сетевых косметических магазинах типа rosman хэбэ суперфарм но суперфарм это еще и аптека часто накручивают цены и потом делают минус 50 минус 40 процентов скидки но в сети вы всегда можете найти по более приятной цене любое косметическое средство из этого видео и не только из люкса в том числе так вот эта палетка в пятом оттенке она супер базовая супер такая универсальная в основном меня смотрят девушки которые скорее всего как мне кажется не делают креативные макияжа больше макияжа для себя на работу на учебу для того чтобы скрыть недостатки подчеркнуть свою естественную красоту сделать себя чуточку ярче свежее и это как раз тот вариант в этой палетке есть три матовых оттенка базовых и один сатиновый такой нежно я даже не могу назвать его розовым как шифон вот почему-то это первая ассоциация которая у меня возникает они имеют достаточную пигментацию видите здесь есть матовый бежевый цвет который можно использовать для прорисовки складки века для того чтобы выполнять любой другой макияж на самом деле вот такой чуть-чуть тепловатый коричневый сегодня я его наслоила и получился вот такой довольно выразительный эффект и вот эти сатиновые тени я потом чуть-чуть прошлась еще поверх всего макияжа но как видите он далеко не блестящий это что-то умеренно сияющим даже это сложно назвать но просто это те тени которые сгладят какие-то погрешности тушевки или можно смешать вот с матовым бежевым что я сегодня сделала и немножко добавила в уголок глаза для свежести моего макияжа и общего внешнего вида и также для того чтобы приоткрыть глаз я считаю что это очень классные тени на каждый день и когда хочется какого-то разнообразия вот например матовые да это полностью матовые тени с небольшой краснинкой это палетка в номере 4 я думаю что многие из вас заметили как из года в год меняется техника выполнения макияжа наших бровей и вот я даже как-то неосознанно поддаюсь вот этим трендом и сама уже по-другому оформляю свои брови только я капризный клиент при выборе любого средства для бровей сейчас мне нравится взять вот такой супер мощный гель для укладки бровей для того чтобы это был эффект ламинирования чтобы они не сдвигались даже тогда когда сильный ветер волосы падают на лицо короче брови у меня держится реально пока я не решу их смыть и вот там есть какие-то пробелы проплешиного бровя где мне не хватает вот этих боровинок волосков я просто дорисовываю это все маркером но опять же мне не нравится когда это брови как под линеечку когда видно что там какие-то штрихи плюс у меня пшеничный цвет волос и брови у меня не такие тауповые какими они иногда кажутся при разном освещении скорее это такой оливковый подтон если вы пшеничная теплая блондинка то я советую искать именно такие средства если вам нужен тауповый то пожалуйста кроме маркера nyx я сейчас не смогла его найти он у меня был в оттенке тауп и слушайте он окисляется на моих бровях красный такой цвет и мы недавно ехали в гости я так спешила мы опаздывали я короче взяла этот маркер нарисовала себе выхожу у меня красные брови и у меня не было времени перекрашиваться и мне просто хотелось сделать вот так весь вечер потому что но это выглядело супер странно хотя оттенок заявлен как тауп и он более яркий чем все которые я вам покажу эти выглядят более естественно на бровях ну и с оттенком получилась такая лажа если я смогу его отыскать я вам покажу но возможно я его уже и выбросила после того случая первое это мой настоящий фаворит кстати я себе купила уже второй экземпляр это и тени для бровей в таком спонже я думала что я не буду пользоваться этой частью но иногда кстати очень выручает и облегчает повседневный макияж и со второй стороны классический маркер и здесь именно кисточка это не фетровая концовка и здесь мне нравится оттенок он такое как мне надо с вот этой небольшой оливковой ноткой но это не зеленые брови ни в коем случае пожалуйста не путайте эти понятия я заметила что мои брови выглядят менее прорисованными менее такими искусственными какими-то и да вот это как раз то что мне надо плюс пигментация у этого маркера не такая как у многих других то есть он как будто полупрозрачный но для светленьких девушек это самое то и мои брови не выглядят как нарисованными от руки знаете но при этом можно нарисовать себе идеалити на лице вот и они еще очень стойкие вот эти два средства как тени для бровей вот этом спонжа странном так и маркер то есть для того чтобы его смыть нужно прям хорошо потереть это с каким-то средством я брала с собой эту штуку на море было так жарко с меня буквально все всплывало плюс мы купались но мои брови были на месте и вот эти тени кстати можно использовать быстро просто вы знаете затемнило здесь у у переносица а дальше прорисовала там где их не хватает при помощи маркера или когда например я загораю мне хочется чуть ярче брови потому что но они выгорают короче есть разные варианты использования всего этого то есть можно без тени один маркер я то так то так но в любом случае это реально то чем я пользуюсь каждый божий день потому что у меня все может отсутствовать ресницы тени скульптурирование но пожалуйста брови оставьте мне потому что это рамка лица если вы совсем прозрачная блондинка вот такая светленькая с фарфоровой кожей но при этом у вас именно теплый подтон и вы ищите что-то светлее даже чем вот этот маркер от эволайн забыла сказать что он у меня в оттенке 1 light то у бренда катрис есть вот такой маркер он уже с фетровой концовкой то есть это прям как фломастер да он у меня в оттенке 10 и он светлее но тоже с нужным мне оливковым подтоном и я иногда когда хочу вот максимально натуральные брови беру его гель и все прекрасно мне очень нравится то как сейчас красят брови гель и потом только дорисовывают волоски это делает даже черты лица как будто мягче если же вы шатенка или холодная блондинка то тогда предлагаю вам маркер для бровей от бренда вибо для меня он все-таки темноват и холодноват но у меня как бы свои заморочки я думаю что большинство как раз ищет вот это польская марка вибо первый оттенок он очень быстро прорисовывает брови и здесь вот тоже кисточка не спонжик я думаю что вы его оцените и конечно здесь пигментация выше и цвет совершенно другой у них есть и более темные оттенки эволайн тоже есть средний и темный поэтому тут выбирайте что вам надо бренда эволайн вышли два жидких хайлайтера из линейки варите и как только я их увидела я поняла что где-то я уже такое встречала и я не ошиблась особенно вот этот оттенок номере 2 наверное до розовое золото он у меня был от бренда ланком к сожалению или к счастью я регулярно провожу косметические зачистки очень многое я раздаю я вообще раздала большую часть своей косметики но как видите моя коллекция регулярно пополняется в том числе и благодаря брендам которые до сих пор обо мне не забывают за что отдельная благодарность потому что мне есть что пробовать и чем делиться с вами но все же я иногда продолжаю что-то покупать и потому что мне само это интересно и мне хотелось бы вернуться к таким косметическим обзором потому что меня это отвлекает меня это спасает от плохого настроения от плохих мыслей от тревоги и так далее и косметика всегда будет частью моего канала на youtube так вот у бренда эвелэйн сейчас появился аналог ланком и у них вот представлен классический такой даже не могу назвать это золотом вот шампанское золото в номере 1 и розовое золото в номере 2 почему такой большой объем потому что эти средства можно наносить и на тело они застывают и на область декольте вот скоро будут праздники даже для себя прихорошитесь на ноги можно наносить где-то вот на ключицы на плечи или конечно же всегда можно подмешать в тон или нанести еще на влажный тональный крем вот так пальчиком или же спонжем на скулы немножко на лоб даже добавить ну я люблю такое но главное чтобы это было не слишком ярко вот так как будто у тебя кожа светится здоровьем это как раз такой финиш да мне понравились особенно оттенки я вижу что линейка варита расширяется и все больше и больше каких-то удачных запусков выбирайте тот который нравится вам но мне кажется что более универсальный все-таки номер один хотя розовое золото я даже купилась и дорогой хайлайтер от rare beauty да в розовом золоте кстати похоже но все таким ланком это напоминает не больше и у многих брендов есть подобного рода хайлайтеры для лица и тела но как видите вовсе не обязательно тратится тональный крем от бренда поэзо это профессиональная но при этом доступная польская марка тональный крем я вот только что посмотрела у нас стоит ровно 10 долларов при этом объем здесь достаточный и на каждый день вам надо буквально капельку для того чтобы сделать идеальной вашу кожу и скрыть все несовершенства он действительно похож на многие люксовые тональные основы он очень просто наносится как руками так кистью или же если вы предпочитаете предпочитаете спонж у вас с ним тоже все получится это увлажняющий тональный крем вот у меня сейчас гиперсухая кожа после процедуры которую я делала недавно и многие тональные ложатся отвратительно я предпочитала вообще не краситься и я взяла один из этих тональных сначала оттенок полтора он загорелый и плюс он окисляется поэтому для меня он слишком темный потом я взяла номер один он оказался слишком светлым и он окисляется меньше мне сейчас приходится смешивать 20 это единичку и полтора и я взяла граммульку нанесла я просто не могла поверить что моя кожа без шелушений без увлажняющих бас без каких-то прибамбасов я просто нанесла это все на кожу и вуаля свершилось чудо если его не припудрить наверное он будет не таким стойким но я всегда на какие-то стратегические зоны наношу прозрачную пудру и сегодня вот у нас последний жаркий день но не жаркий относительно теплый завтрашнего дня сильное похолодание и и я красилась рано утром сейчас 3 часа дня и я до сих пор выгляжу хорошо он не подчеркивает какие-то мимические морщинки вот бывают тональные которые стойкие они западают и сразу сделают тебя на 10 лет старше наоборот подчеркивает все то что ты не хочешь видеть ни сама не показывать всем окружающим и он такой кремовый густой но он не залипает у тебя есть время для того чтобы его хорошо растушевать вот эту капельку разнести по всей щеке сюда каплю на лоб и остатки на нос на подбородок на верхнюю губу ну то есть сюда поднос нанести прекрасное тональное средство мне кажется что я покупала то ли старую версию с черной крышечкой но вот они ведут себя совершенно по-другому потому что я у вас интересовалась как вам этот тон хочется попробовать многие визажисты его любят или любили но вот эта версия даже для сухой кожи для нормальной для комбинированной будет идеально особенно в холодное время года особенно если вы любите средний к плотному покрытие конечно его можно дозировать вы наносите меньше получаете легче макияж я могу сказать что у меня сегодня наверное такое среднее покрытие ну глаза поярче как раз все смотрится как мне кажется очень гармонично и единственное что как бы к чему я не привыкла это лопатка то есть здесь нет никакого дозатора помпы а просто вот такая лопаточка ну наверное даже можно таким образом все до конца использовать а то иногда что-то остается на дне просто имейте в виду что он без помпы а с такой лопаткой если вы визажист то наверное вообще без разницы радующий меня в последнее время бронзер от бренда catrice этот цвет поджаренной печеньки но это естественный загар для тех у кого светлая кожа когда я только вернулась из хорватии я могла бы использовать этот бронзер в качестве пудры по-моему он такой запеченный он очень сильно напоминает не по текстуре такие бронзера скульпторы но у них и бронзер тоже есть от make up forever это такая нежная не меловая вот текстура и это тот бронзер который вы можете наносить даже не глядя в зеркало если вы не умеете делать какие-то фееричные макияжи то есть вы просто берете кисточку раз 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 у вас нет никаких пятен он конечно пылит но меня это не смущает и он супер натуральный я сейчас реже выбираю скульптора что-то для свежести лица чуть бронзера и тоже по цвету напоминает мне кремовый бронзер от chanel который я недавно вам показывала то есть это не рыжий оттенок вы не будете выглядеть как будто вы натерли щеки кирпичом это прям вот кожа поцелованная солнцем может вы менее капризный клиент чем я но мне не нравятся вот эти оранжевые бронзеры гирлен терракота которые они все на мне ну я не стану выражаться а вот этот наоборот такой и не холодный но и не рыжий несколько крутых тушей это та которой я пользовалась большую часть лета и по моему даже весной от эволайн это тоже варите только это это другая версия и формула у нее другая и эффект и щеточка здесь силиконовая такая щетка в виде елочки она большая для моих больших глаз самая то хотя у меня есть вариант еще посерьезнее в общем в три взмаха у меня получались настолько прокрашенные ресницы кукольные и мне показалось что золотая делает больше объема и там более массивные ресницы а вот это более разделяющая и удлиняющая чем золотистая варите хотя заявлено совершенно наоборот ну на моих ресницах это работает так и поверьте мне что не каждой тушью я могу накраситься бывают такие которые выводят меня из себя и они сразу покидают мой косметический рай тушь которая взорвала польский ютуб это марка поэза называется она айгазм в общем девочки у которых очень средние ресницы или даже слабые они короткие они без завитка и в основном это девочки визажисты там или кто делает супер крутые макияжи они клеят себе реснички и вот эти девчонки показывали эффект до после при использовании этой туши даже их ну никакие ресницы они сами это говорят я никого не хочу оскорбить потому что все мы разные я просто передаю вам слова и у них были такие вееры выложенные реснички очень черные длинные и с объемом и как раз у меня в тот момент когда я распаковала эту тушь ресницы были средненькими потому что они обновлялись где-то они были очень длинными прямо таки вот здесь у меня тоже еще на кончиках остались это мои ресницы и где-то короткими и я в такие периоды предпочитаю вообще не красить ресницы потому что это выглядит странно как-то и хрен простите уложишь еще потому что они все вот так торчат особенно эти маленькие не поддаются какому-то контролю я взяла эту тушь у нее силиконовая щеточка я еще так подумала это другая форма лично для меня и я сомневалась потом накрасила думаю вау это красиво и вот если подъехать еще к корню ресниц то как будто у тебя прокрашена межресничка я по-моему снимала рилс какой-то в свой инстаграм или в сторис это было очень давно но тем не менее актуально и там видно какой эффект она дает при одном слое это как накладные ресницы и теперь я понимаю за что ее так хвалили многие блогеры еще одна тушь от эволайн мне очень интересно было ее попробовать называется она секси айс это тушь которая придает и объем и длину и сегодня я ее нанесла в один слой здесь щетка гигант она силиконовая на ней много туши поэтому имейте в виду и она знаете что мне напоминает по форме конечно они отличаются но по эффекту у меня когда-то была тушь от худе бьюти и вот она делала массивные ресницы реально как накладные сегодня накрасилась ну ладно гулять так гулять прокрашу еще и нижние но другой потому что если бы я накрасила нижние вот это и мне кажется они не отличались бы от верхних она удерживает завиток она такая кремовая густая не жидкая тушь наносится обильно на ресницы она мега черная и она очень круто их выкладывает плюс держит вот изгиб так что любителям таких ярких ресниц однозначно рекомендую если бы я нанесла ее два слоя я бы наверное и взлетела на своих ресницах ну и в конце покажу вам 3 тенюшки которые помогут сделать ваш ежедневный или базовый макияж более интересным они очень пигментированные они мягкие их можно спокойно и даже нужно наносить пальцем тогда вы получите максимальную интенсивность цвета блеска и всего в одном давайте начнем с зеленых я красилась один раз к сожалению даже фотку не успела сделать но это бомба бомбита бренд чуть не забыла катрис оттенок 360 их было так много красивых я постаралась себя ограничить я взяла только 3 это золотисто зеленые тени это не такой болотный цвет он красивый в меру яркий и если еще и добавить стрелку но это огонь посмотрите как красиво я обалдею я вам серьезно говорю и они мягкие они не осыпаются они реально могут конкурировать с тенями от Анастасии Беверли Хиллс с Худой и вот для того чтобы ваши глаза возможно по-другому заиграли чтобы ваш макияж выглядел по-новому как-то по-другому ты просто добавляешь на центр века если уж хочется еще больше яркости и выразительности стрелку и ну получается нечто невероятное далее лилово-розовый оттенок в номере 370 ягодный давайте наверно так у них необычная текстура но когда ты набираешь их пальцем все смешивается и у меня не было такой ситуации чтобы где-то ляпнул вот этот белый или что где-то было больше какого-то они просто миксуются и все с ними хорошо смотрите ну красотень же я вам говорю я вам тут плохого не посоветую другие немножко по текстуре и написано что это новый оттенок в номере 330 персиково-золотистый тоже можно сказать что это как замена теням от романи мне кажется их можно растягивать бесконечно если вы меньше их нанесете у вас будет такой же блеск но не будет подчеркнута текстура века а вот эти два предыдущих оттенка они дают больше мерцания и больше какого-то блеска и многогранности что ли то есть персиково-золотистый он такой гладенький а эти прям нарядные нарядные вообще вот эти тени от катрис конечно меня впечатлили я стояла никак не могла определиться хотелось забрать все я надеюсь что видео было для вас интересным и полезным не забывайте поставить палец вверх я очень ценю вашу поддержку все пока пока до новых встреч уже совсем скоро а вас на дня ждет классный влог я уже его сняла и смонтировала так что обязательно заглядывайте на канал я стараюсь регулярно выкладывать ролики и и и и и и Продолжение следует...